Камерность в решении вопросов бытия и быта героя и персонажа. Это одна из основных линий творчества Сергея Гавриляченко. Смело отображая мрачные грани реализма, художник находит подпитку своей уверенности, обращаясь к великому наследию. Или, цитируя автора, к великим старикам, коими являются творцы эпохи Возрождения. Стоит ли удивляться отсутствию буйства красок и местами гнетущему настроению картин, которые представляют собой философские размышления на холсте. Ну, видимо, у меня органика такая сумрачная, мрачная. Все, кого я люблю – Павел Андреевич Федотов, Жан-Франсуа Миле, поздний Рембрандт, поздний Тициан. Ну, по крайней мере, уж точно они отличались некой веселостью цветовых партитур. Потом и меня когда-то учили. Сначала удовольствуюсь шестью классическими. Охра, сиена, охра красная, ультрамарин и какие-то вариации черных пигментов и белил по вкусу. В своих работах Сергей Александрович отображает фрагменты разных живописных рассказов, где зрителю дается возможность продолжить или завершить замысел. Часть интерьера или пейзажа, сочетающуюся с задумчивым персонажем, погруженным в мир бытия, представлен зрителю под мрачными красками, которые автор называет колористическими партитурами. Конечно, он эту выставку посвятил каким-то своим философским размышлениям. И не случайно выставка называется «Автопортрет в интерьере жизни». Мы можем здесь видеть образ художника практически повсюду. Да, в разных совершенно форматах, с разным совершенно восприятием. Он то подглядывает за кем-то в окно, то он достаточно такие драматичные отображает для себя какие-то размышления и события. Сергей Александрович Гавриляченко – народный художник, преподаватель ведущих творческих вузов страны, публицист и общественный деятель. Будучи приверженцем классической теории и философских учений Канта и Гегеля, автор воплощает идеи классиков посредством красок, которые уносят зрителя в размышления над главными вопросами мироздания. Вам этого еще рано понимать. Но все, опять же, мои любимые поэты, писатели, они как-то все были об этом. Ну вот, видимо, и для меня настал свой срок, черед и краски к этому сроку и череды в соответствующем. Плотные краски полотен автопортрета не приемлют яркие цветовые фрагменты. Картины побуждают зрителя погрузиться в воспоминания о прошлом и размышления о настоящем и будущем, воплощая суть творчества Сергея Гавриляченко.